Всем привет! В эфире «Столица Нижняя» программа «Спорт». Сегодня у нас в гостях наш большой друг, многократный чемпион по боксу, профессиональный боксер Андрей Сироткин. К нам в студию он пришел с очередным поясом по версии WBA International. Андрей, привет! Здравствуйте! Долго же ты к нам шел, бой провел в марте, пришел только сейчас. Давай рассказывай, как прошел твой очередной бой. Я так понимаю, что от поединка к поединку они становятся сложнее. Ты провел 12-раундовый бой с канадцем Райаном Фордом. Да, действительно. Канадц оказался очень скрепким орешком. Бой был очень тяжелый. Прошел все 12 раундов. Победу отдали мне единогласным решением, но победа была по очкам. Могу сказать, что, скорее всего, это был мой самый тяжелый бой. Очень было тяжело. Райанцевеси была большая. Форд очень много гонял, и получилось после взвешивания на следующий день сутки проходят до боя. Большую часть своего веса, который он сбрасывал, он получился ему набрать. У меня же я вес не сбрасывал, и поэтому на следующий день у меня плюс один килограмм всего был. И когда мы боксировали, даже по картинке я потом повтор смотрел, ну и так было визуально видно было, когда руки прижимали даже, то, что он у меня намного крупней. И вот эта разница в массе, конечно, она не на руку мне сыграла. Насколько сложно боксировать с таким мускулистым соперником? Или наоборот легче? С одной стороны, да, здесь как посмотреть. Вроде как вот это вес, гора мышц, она более медленная, да, размашистая. Здесь вроде проще. Но с другой стороны, если эти мышцы попадают по тебе, то удар там намного сильнее. Здесь как получится. Если не пропускать и работать на скорости, больше двигаться, то, в принципе, ну, что я и пытался делать, и делал, из-за чего я и выиграл, то, в принципе, боксировать можно. Если стоять и тупо драться, да, там, проверять, у кого голова крепче, то здесь явно было бы не в мою пользу. Форд был просто уверен в своей победе. Прям это так читалось. Это было за два, за три дня до боя, когда у нас была открытая тренировка. То есть, как он себя, как его команда себя вела, такие все высокомерные. Приехали, были полностью уверены в своей победе, приехали забирать пояс. То есть, потом, как он вел себя на взвешивание, вот, как он после боя ушел, не пожал руку, да, когда уже, ну, проиграл. Вот, наверное, вот этим он отличился от всех предыдущих моих соперников. У тебя сейчас такой достаточно плотный график, отдыхать времени особо нет. Расскажи, как дальше будет строиться. Я нашел время отдохнуть. Ну, все равно такой кратковременный, вот, оптимальное количество боев, которые боксер должен проводить в год. Ну, это 3-4 боя, как правило. Но, опять же, если ты идешь по нарастающей, там бои не такие сложные, да, и рейтинг только растет, вот, как молодые там начинают, да, профессионалы переходят, молодые боксеры начинают боксировать, то, конечно, можно и чаще. Когда вот, ну, такие 12-равновые тяжелые поединки, вот, как у меня сейчас этот был, то после такого поединка, там, прям, тренер сам говорит, недели-две, чтобы в зале не появлялся, там, чуть ли не в приказном порядке, потому что, ну, реально, здесь нужно не только физически, там, отдохнуть, восстановиться, там, чтобы травмы, синяки прошли, но и чтобы голова отдохнула, полностью погрузиться во что-то другое. Чего ты ожидаешь дальше в своей карьере? Я так понимаю, что о легких боях и проходных соперников тебе уже можно забыть. Все уже, да. Забыли еще бой 2-3 назад, и сейчас рейтинг, опять же, очень сильно вырос. Сейчас в рейтинге второй в России после Феди Чудинова в мире 20, там, какой-то был, 25-24, что такое, в мировом рейтинге. Все, там выше уже топ, и нет, никаких легких уже нет. С кем бы сегодня ты хотел встретиться из топ-боксеров в ринге? Я иду по версии ВБА, да, то есть там суперчемпион это Джордж Гроувс, вот, ну, это прям, ну, это реально прям топ-топ, и я думаю, мне бы с ним было очень тяжело, но вряд ли я бы его победил в том состоянии, в котором сейчас находится он и я, но побоксировал я бы с ним просто с удовольствием. Сколько еще боев у тебя до него, скажем, остается? Когда-нибудь ты должен же оспорить его пояс? Ну, это все может быть. До боя по линии, по версии ВБА в мировом рейтинге я был 9-й, то есть он первый, да, он чемпион, вот, я был 9-й до боя. Сейчас не смотрел еще обновление, но еще можно сделать бой 2 и уже выходить не чемпионский. Ты достаточно давно занимаешься профессиональным боксом. Многие наши телезрители, да и простые нижегородцы знают тебя как прославленного кикбоксера. Совсем скоро вместе с твоим братом, не менее прославленным чемпионом, вы проводите традиционный турнир в Володарске. Чего ждать? Насколько организация стала лучше? Количество гостей и количество выступающих будет больше? Да, действительно так, от кикбоксинга, с кикбоксинга мы начинали, и от него мы никуда не отходим. Проводим уже пятый у нас ежегодный турнир по кикбоксингу. Это пройдет в Володарске 5-6 мая, в ФОКе проводим. Организация, как всегда у нас, на высшем уровне, поэтому ждем только большего количества участников. Звонили представители уже с нескольких регионов России, которые подтвердили то, что они приедут. В последний раз у нас вроде 5 регионов было, сейчас 7-8, если будет, то это будет здорово. Ну и плюс у нас в этом году я заказывал специальные медали у нас, очень классные, там индивидуально, то есть сделаны специально для нашего турнира, загравировка там совсем очень классная, в 3D формате, плюс хорошие кубки, перчатки, но детям это будет на самом деле праздник. То есть на таком высоком уровне и с хорошими призами турнира у нас в Нижнем, не надо никуда ехать. Не смотрит ли на тебя косо из Федерации, то, что ты ушел в бокс, а не остался в кикбоксинге? Да нет, ну что я. Я также веду активную жизнь в Федерации кикбоксинга нашей Нижегородской. Ну а самому не хочется выступать, ногами помахать? Нет, уже честно. Когда я, если начинал, может, первые бои по боксу, то спрашивали, хочется ногой ударить или выступить на соревнованиях по кикбоксингу, может, где-то и был еще такой же. Но сейчас нет, уже понял, что уже без ног я как бы дальше готов двигаться. Переходя к кикбоксингу, но твое имя, в частности, должно как магнит заманивать в секции все больше подрастающего поколения, то есть простых мальчишек. Насколько это работает? У нас сегодня популярен кикбоксинг? Больше ли идут туда? И насколько активно туда идут дети заниматься? Популярен, идут активно. Но то, что там, допустим, мое имя как магнит притягивает, пока не могу об этом сказать, потому что нужен свой зал, нужно помещение, где я уже буду тренировать, и там это уже будет показатель, как пойдет поток или не пойдет. Я думаю, в ближайшем будущем мы это узнаем. То есть в перспективе стоит ждать тебя еще и в роли тренера? Однозначно. Я думаю, что и на этом поприще ты добьешься успехов, просто в этом уверен. Спасибо, что пришел к нам в гости. Будем ждать тебя в следующий раз, здесь же, с новым поясом. Это была программа «Спорт», в студии работала Антон Ганин. До встречи в эфире.